Новое имя и новые владельцы. Вот уже два месяца, как Лермонтовский стал одесским и перешел в собственность Министерства обороны. В феврале этого года в санатории была проведена инвентаризация, после которой был запланирован ремонт корпусов, закупка нового оборудования и увеличение штата врачей. По словам новых владельцев, санаторий начнет работать уже в мае. К нами уже почти подготовлены документы на лицензию. На следующей неделе мы планируем подать, чтобы с 1 мая, как мы и планировали, открыться. Сейчас еще добираем специалистов, которые нам необходимы, которых здесь не было, которые здесь не работали. Вот на следующей неделе мы их уже дооформляем и подаем документы. Персонал в санатории уже набрали. Сейчас врачи обживают рабочие кабинеты, готовят документацию и заставляют перечень необходимых медикаментов. Раиса Николаевна работает кардиологом в санатории уже 35 лет. И в разгар конфликта вокруг бывшего Лермонтовского больше всего боялась потерять работу. Работает весь коллектив. Абсолютно. Некоторые ушли. Я уверена на 100% они вернутся. Ну, ушли потому, что, может быть, тоже так же сомневались, как мы все. Но, вы знаете, вот мы приходим, мы чувствуем, что здесь будет санаторий, он расцветет. Мы даже уже зарплату получили. На обновление санатория Минобороны уже выделила 20 миллионов гривен. До конца года сумму планируют увеличить до 100 миллионов. Почти пять из них пойдут на закупку нового оборудования. Старое, по словам нынешнего руководства, здравница находится в непригодном состоянии. Оборудование уже составлено, смета составлено и уже закупается на 4,7 миллиона гривен на Министерство обороны для санатория оборудования медицинское. Мы планируем, что в течение полутора, максимум двух месяцев это оборудование уже будет здесь. Это новые ванны, механотерапия, физиотерапия, диагностика. То есть там большой список. Единственным нетронутым в санатории останется вот этот кабинет механотерапии или кабинет реликвий. Тренажерам здесь более 150 лет и при установке их вмонтировали прямо в пол. Поэтому даже при большом желании их куда-нибудь перенести это будет достаточно проблематично. Остальные деньги пойдут на ремонт корпусов. В санатории их шесть. Первым на очереди будет второй корпус. Раньше одна из его частей сдавалась в аренду частным фирмам, которые предоставляли медицинские услуги. Вторая часть, по словам нового руководства, была занята бомжами и наркоманами. Он, мягко говоря, не в рабочем состоянии. Оттуда мы выгоняли бомжей все это время, пока мы здесь были. Зарегистрированы наши заявления в полиции. Бомжи и наркоманы, которые там уже много лет находились. И мы занимались тем, что их оттуда выбрасывали практически каждую ночь сотрудники ВСП, полиция и администрация. Тем временем бывший директор здравницы уверен, что борьба за санаторий далеко не закончена. Уже в этом месяце Одесский вновь станет Лермонтовским и вернется под его руководство. Сейчас борьба за санаторий Лермонтовский идет сюда. Я уверен, что уже в ближайшие недели после выбора президента мы изменим ситуацию, вернем в санаторий Лермонтовский и Лермонтовский снова станет работать на благо одесситов и гостей города. Заработает ли здравница в мае или ее вновь ожидает смена руководства? Команда репортера следит за ситуацией в санатории.